Болеть нельзя? Почему жители алтайских сел могут остаться без фапов? Голод не тетка. Кто помог бийскому депутату прекратить голодовку? Наведем порядок. Барнаульский полигон начал бесплатно принимать мусор. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Жители 12 алтайских сел могут остаться без медицинской помощи. Причина – угроза срыва строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Эта проблема оказалась в центре внимания активистов Общероссийского народного фронта. Они оценили состояние фапов более чем в 30 малых селах и пришли к выводу, что в некоторых из них фельдшерско-акушерские пункты находятся либо в аварийном состоянии, либо и вовсе отсутствуют. При этом в марте этого года краевое подрядное учреждение заключило контракты на возведение медпунктов в шести селах края. Указанный срок – до сентября. Но из-за срыва сроков пять соглашений в итоге были расторгнуты. К тому же региональные власти еще не завершили проведение конкурсов по формированию планов на строительство. Пока из 12 сел к возведению фапов готовы только в трех. По одному в Топчихинском, Черышском и Алтайском районах. Из планов исключили Барнаульский, Березовку и Новомихайловку. Ответственным, по большому счету, перед Федерацией за реализацию мероприятий является региональный Минздрав. Но фактическим исполнением по процедуре размещения заказа является подведомственное учреждение Минстройтранса Алтайского края. Наверное, где-то в этой расисонхронизации кроются основные причины. Но в любом случае в этой ситуации люди не должны быть заложниками. Добавим, к 2020 году по распоряжению президента в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек должны быть созданы врачебные амбулатории. Если крайне выполнить задачу по возведению медпунктов, то выделенные средства он обязан вернуть в федеральный бюджет. Рассматривать дело перинатального центра ДАР и компании СЕЛФ теперь будут в арбитражном суде Томской области. Такое решение накануне приняла барнаульская судья Татьяна Бояркова. ДАР настаивает на том, чтобы СЕЛФ возместил более 2 миллионов рублей убытков за поставку некачественного оборудования перинатальному центру. При этом выяснилось, что договорных отношений между СЕЛФом и ДАРом нет. Оборудование по госконтракту приобретал Минздрав Края и лишь затем передавал его в оперативное управление ДАРу. Представитель СЕЛФ, а на этот раз на заседание пришли обе стороны, настаивал на изменении подсудности и передаче дела в арбитражный суд Томской области. Именно там зарегистрирована компания. Представитель ДАРа возражал, однако после короткого перерыва судья принял решение об изменении подсудности. Напомним, что ранее СЕЛФ требовал от Минздрава 7 миллионов рублей по контрактам на строительство ДАРа. Это касалось строительно-монтажных работ и покупки оборудования. А затем встречный иск выдвинул Минздрав во взыскании неустойки по двум контрактам. Общая сумма составляет почти 25 миллионов рублей. Бийский депутат Евгений Корчагин прекратил голодовку. Его протестная акция продлилась всего пару дней. Напомним, основное требование, которое он выдвигал, отправить в отставку министра здравоохранения правительства Алтайского края Татьяну Долгову. Она, по его мнению, представитель старого управленческого аппарата. А именно сейчас идет формирование нового кабинета министров. Завершить голодовку депутату, который поставил палатку напротив администрации Бийска, пришлось. Прокуратура города признала одиночный пикет незаконным. Накануне Корчагина вызвали для составления протокола об административном нарушении. Подъем с глубины. Барнаульская «Динамо» одержала вторую победу в сезоне. Столь долгожданное для болельщиков событие случилось в матче с Читой. Команда Сергея Шишкина удалось забить два мяча уже в дебюте встречи. Отличились Погребан и Липпин. Правда, удержать сухой счет до перерыва все же не смогли. После паузы команды обменивались опасными ударами, но забить так и не получилось. В итоге 2-1 в пользу «Сине-Белых». Эта победа позволила «Динамо» уйти с последнего места в турнирной таблице. Сейчас в активе всего две победы в 11 встречах. Следующую игру «Динамовцы» также проведут на родном поле 13 октября. На этот раз в гости приедет «Иркутский Зенит». После этого команда попрощается с болельщиками до апреля. Именно тогда будет возобновлен чемпионат во второй лиге зоны «Восток». С сегодняшнего дня и до следующего четверга, 18 октября, Барнаульский полигон бытовых отходов будет принимать у горожан мусор бесплатно. Причина – субботники, которые пройдут в эти дни по всему городу. Пользуясь хорошей погодой, горожане уже очистили территорию вокруг парка «Лесная сказка», аллею на улице Смирнова, а в пятницу, 12 октября, сотни барнаульцев, сотрудников предприятий и учреждений выйдут на общегородской субботник. Добавим, в ближайшее время чиновники планируют отремонтировать часть дворовых ограждений и провести побелку деревьев. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Временная облачность, местами возможен дождь. Плюс 9 в Заринске и Камнинаобе, около 11 градусов тепла в Бийске и Олейске, в Барнауле 10, выше 0, пасмурная и юго-западный умеренный ветер. Телефон редакции в Барнауле, 722-440, полная картина дня вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok